МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оно позволит расширить музейные экспозиции и украсить собой одну из главных магистралей города. Над местом расположения будущего музея долго гадать не пришлось. В обелиске Минск-Город-Герой традиционно проходят торжественные мероприятия, военные парады. Проект музея разработала творческая мастерская Виктора Крамаренко. Соавтор концепции – председатель комитета архитектуры градостроительства Мингросполкома Виктор Никитин. При создании образа будущего здания архитекторы отталкивались от символа победы – салюта. Радикальные идущие ввысь фасады, золотого цвета стекло, металлические и гранитные элементы. Два экспозиционных уровня. Он будет выше пятиэтажного дома. Вверх музея украсит стеклянный купол. Музей будет состоять из четырех фасадов, которые символизируют четыре года войны. Их объединит галерея под названием «Дорога войны». Она поведет посетителей в стеклянный купол – зал победы. И вот панорама города и парка – живописный вид на Свислочь. Отличное место для торжественных мероприятий. Музей дополнит архитектурный и природный ландшафт. Рядом появится обновленный парк Победы. Так город получит целый ансамбль, посвященный подвигу народа в Великой Отечественной войне. Если идея архитекторов осуществляться, музей будет ультрасовременным. В нем запланированы многоязыковые аудиогиды, на плазменных экранах посетители увидят уникальные фото времен войны, а возле инфокиоска можно будет полистать письма с фронта или немецкие указы. Весь архив Музея Великой Отечественной войны невозможно будет вместить в залы, поэтому для хранения фондов понадобится отдельное здание. Возможно, найдется место и для наружной экспозиции. Конечно, здесь у подножия обелиска можно было бы сделать огромный музейный комплекс под открытым небом, но архитекторы исходят из принципа «не навреди». Нагромождение зданий и техники может подавить значимость обелиска и испортить красоту парка на берегу Комсомольского озера, который в будущем станет еще красивее. Продолжение следует...